Дамы и господа, княженцы, милые дамы, большую всем приветище, всем доброго утра, хорошего настроения. С пятницы вас, мои товарищи. Значит, это означает что? Это означает то, что кто работает, мы сегодня с вами крепимся, последний денёчек, крайний, крайний. Идём с вами отдыхать на выходные, поэтому мы начинаем. С вас, как всегда, по привычке, Павлович, попросит лайкосик авансиком. И мы, собственно говоря, с вами полетели. Значит, чаёчек, кофеёчек заварили, или взяли себе сачка, винишки, ну всё, что хотите, всё, что желаете. У нас сегодня с вами крайний ролик Натахи, не знаю, выложил, не выложил, ещё какой-то. Мы говорим, как Натаха, Натаха, как Натаха летала на метле. Вот так надо назвать. Значит, знаете, вчера, когда делал обзор, уже ночь была, там, часов полдвенадцатого, я уже загружал ролик на канал, делал эту аватарку, и уже увидел то, что Натаха загрузила новый ролик, честно, я его вчера не смотрел, но меня очень сильно привлекла картинка ролика, где Натаха так прям стоит, знаете, грациозно. Подальше чуть-чуть, подальше, а то потом буду в кадр, весь не влезу. Павлович толстомордый ведь. Значит, Натаха стоит такая грациозная, метёлка, ножка вперёд, загорелая, поджарая, ой, вообще просто, просто цыпа. Знаешь, Натаха, Павлович тебе вот сейчас даст рекомендацию, Павлович даёт тебе всегда рекомендации на будущее, вот удиви всех, порази всех, всех хейтеров, завидюх, кто завидует, Танюху в том числе порази. Надень, знаешь, как, например, чулочки, и вот, знаешь, такую, ну, юбочку, произведи такой вид такой, знаешь, эффекта, эффекта грациозма и сексуализма, да, вот так вот сделай. И тоже на аватарку такую картинку, ещё больше соберёшь просмотров, мускай часть населения подпишется, поэтому всё будет ровненько. Ну, да ладно. У нас с вами сегодня, ребята, по плану уборка, уборка, но не с этого. Начинается с чего? Натаха произносит такую фразу, выходя в огород, говорит, нормально всё, нормально. Вы знаете, кто смотрел такой мэм, ну, в интернете очень раньше, раньше был такой популярный ролик, кто смотрел, напишите в комментах про специально, ну, напишите, просто даже интересно. Анюша, я такой один, смотрел такой мэм. Когда зима, мужик лежит такой пьяный на этом, на льду, у него пузо прям лежит на льду, ему рядом проходит парень и говорит, типа, отец, нормально всё? А Эд поворачивает голову и говорит, нормально, нормально. Вот мне почему-то напомнили слова Натахи, вот данный этот мэм. В принципе, как бы происходящее, оно это не особо далеко ушло, да, что там, что тут, да? Ну, ладно, что у нас, значит, ребята, с вами по огороду? По огороду помидоры немного отжили, как она так и говорит. Она так ошибалась, говорит, раньше она думала, что всё, хана помидорам. А тут восприняли, как говорится, макушками вверх. А, Натахи, и, собственно говоря, кто, все, кто смотрит, я думаю, все, кто смотрят со мной в Согласянстве, у кого есть огород и так далее, что не надо быть просто каким-то там, знаете, енеем, но можно себе представить и подумать о том, что помидоры восприняли рассаду лишь из-за того, что у неё там были, ребята, сильные дожди и солнце. В совокупности, два эти фактора, они способствовали тому, что помидоры пошли расти. Это не из-за того, что помидоры у неё начали расти, что она их так поливает или за ними как-то усердно, знаете, ухаживает, подвязывает их там, обрывает там деток. Ну и всё в таком духе, рыхлит и так далее, подкармливает, я не знаю, завить как хотите. Просто я думаю, что, ребята, сколько такая ещё продержится хорошая погода. Кто знает, сколько в их местности продержится хорошая погода. До тех пор, пока там начнётся засуха, помидоры, ну, сами понимаете. Ну да ладно, не только Латахина, я вроде помидоры, похвалилась она там своим перцем, правда, посетовала на том, что перец там посадил очень, ребята, близко. Но, опять же, я далёко до города, ну, прекрасно не понимаю, что перец это та субкультура, которая любит рыхление. Любит рыхление, чтобы порыхлили вокруг него, там, да, сделали луночки и полили туда водички. Водичка лучше проникает, кислород и перчик дышит, как бы, ну, сами всё понимаете. То есть, вопрос-то возникает, будет рыхлить на таха этот перец? Ну, знаете, такое себе дело. Ну, а далее всё было, как всегда. Кто смотрит её ролик или собирается смотреть, я, Палыч, советую вам немножко его проботать на том моменте, где начинается, знаете, вот, музыка. Типа, эх-е-е-ей, дискотека, дискотека, да. Да, тонюхи не хватает на заднем фоне, такую, дёргающуюся под эту самую музыку, потому что, ну, музыка реально просто порядком уже надоела. Я, честно, уже, ребят, не смотрю. Я либо мотаю, думаю, этот промежуток, либо выключаю звук. Поэтому вам тоже рекомендую либо промотать, либо выключить звук, пока она включает свою эту музыку. Значит, во время этого музейшена стригла кусты, стригла кусты. Опять же говорю, санцепёк, опять же говорить про то, что если вот многие из нас, как бы, ну, из нас, я имею в виду, у кого есть игород и прочее, уже в это время всё полили, уже дома дела поделали, там, да. Но ведь у нашей главной героини, как бы, вышла в огород, посмотрела, почистала пузо, и можно идти чай, кофе пить, да. Всё, как говорится, движется своим ходом, тихо, мирно, не спеша. Ну, как бы, дальше не знаю, продолжение этой истории. Ну, короче, начали, как бы, ребята, без особо каких-либо надрывов. Значит, далее выходит в огород у нас батька. Батька садится там где-то в гараже на завальнике, особо не имеет значения. Единственное только, что бать, я хочу тебе сказать, из-за того, что она так сказала, что жарко, солнце, всё в таком духе, то в следующий раз обязательно выноси ей кепочку. Кепочка, значит, опять же говорю, почему выносить кепку? Выносить кепку, потому что мы можем представить себе, предвидеть то, что Натаха может сказать, что в следующих роликах ей напекло в голову, поднялась температура или какой-то, не дай бог, словила там тепловое на удар солнечный. И, соответственно, как бы, работа опять откладывается на второй план. Вы знаете, все вот эти разборки, стройки и всё в этом, что с этим связано. Кстати, ребята, нам, знаете, было, что сказать? Надо было не забыть про минутку Дичандры. И такая музыка играет. Минутка Дичандры заключается в том, что Натаха сообщила нам о том, что, оказывается, значит, если раньше она сообщила о том, что территория двора будет у неё засажена, ну, когда всё уберётся, это все есть от мусора, будет засажена розами, ребята, розами, не думайте на минуточку, да, то теперь, значит, у неё будет там всё в плитке. Говорит, плитку положу, всё будет, как бы, зашипись, трава расти не будет. Кто, собственно говоря, верит в это лайкос, не, 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 кто верит в это дизлайкос, кто не верит в это лайкос, я думаю, мы наберём много очень лайков с вами под этим видосом. Ну, да ладно. Что ещё было? Там, в принципе, особо больше нихрена и не было. Ну, было то, что Натаха, опять, буханула, я так понимаю, ну, я имею в виду, буханула, что она, опять же, потом монтаж ролика, склейка, и тут Натаха уже нам сообщает, уже там вечер, ну, как-то так, немножечко, не то, что закат, бреешь, солнышко так садится уже, а сообщает нам о том, что она, оказывается, побывала в гостях, там, в Апкеоле, там, или у кого-то, на день рождения, значит. Ну, сами понимаете, на день рождения просто так не ходят, ходят с подарками, ходят, да, вот, взять, поднять какой-нибудь бокал, бокальчик за здоровье гостей. Это ничего плохого там нету. Я просто про то, что в очередной раз мы видим на том, что стройка, грунты, хозяйство, вообще, просто начали на драйве, на кайфе. И Натаха, ещё напоследующая небольшая рекомендация от Палыча для тебя. Значит, я видел посреди твоего двора, как бы, я и раньше говорил, как бы, ну, сейчас я вот прям пришла мне идея в голову, такую вот большую кучу, ну, с этим смусором, с какими-то досками, там, навалями и так далее. Формируешь такой форме, у такого, ну, пирамиды, подливаешь, поливаешь бензином, бензином из бензобака, из машины, поджигаешь, у вас такой костёр горит там, на всю вашу деревню. Тем самым привлекаешь в себе внимание, хейп, хайп, можешь ещё начать сжечь покрышки. Правда, не знаю, такое можно у вас не делать или нельзя, но вообще это, нет, осуждаем. В данном случае, в твоём, ты же любишь хайп, да, как бы, тем самым такой чёрный дым в небо уходящий, как бы, народ сбегается, с тобой фотографируется, потом начинаете, если позовёшь бабку Олю Танёху, прыгать через костёр, кто-то у вас один главный костровой, кто сидит за кострём, за костром, вот, Палыш, тебя прессовал, контент, контентище. Так я понимаю, да, а нет, твоё какое-то однобрасие стало, почесалось, потянулось, это, хотя, причесалось, хотя, какое слово «почесалось» – почесалось, больше подходит. Ну да ладно, ребята, значит, на этой с вами нотке, у нас там заканчивается время, буду заканчивать, я думаю, что вы поставите мне лайкосик, подпишитесь, кто не подпишет, напишите комментарии, ещё раз всем хорошие выходные, сегодня у нас пятница, завтра мы с вами отдыхаем, проведите этот день своей семьёй, родными, близкими, если что, просто сами, одни, выходим на улицу, отдыхаем, кормим уток, кошек, собак, в общем, чили, не худшим, а так. Всем пока!